Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Сейчас я там, где я сейчас работаю, решили уволить человеку 8. В их число попал я. Кто-то уволился, а кто-то, как и я, отказался уходить. Ну, понятно, сейчас нагрузки меньше для работы дадут, и ЗПС снизится на процентов на 20-30. Я не захотел уходить, так как причины особых нет. Возможно, лично не понравился, хотя 4 года работал, и были хорошие результаты. Не захотел уходить, потому что решил, что в школу больше не пойду, так как здесь, конечно, было развиваться особо некуда. Я для этого взял преподавать шахматы, и уже год преподавал шахматы, мне нравилось. Я думаю, устроиться на послобеды, на шахматы, если возможно преподавать шахматы, или брать репетиторство и постепенно уходить в их фриланс. Верно ли я делаю, что постепенно хочу уходить? Или, может быть, в моем случае нужно рискнуть, если в шахматной школе будет место, мне возможно такую же ЗПС уходить полностью? Я думаю, что такой вопрос можете решать только вы, только вам. Решать, как будет складываться ваша жизнь, да, и как вы распорядитесь своими средствами, да, своими способами, ресурсами, если угодно, как первым вас есть, потому что, ну, как бы, если бы понятно, что, что у любого человека ресурсы ограничены, ограничены. И он, человек, вот, не может пробовать все. А ваши сомнения более чем нормальные. То есть, сомневаться, вот, в том, что вы делаете, в том, как вы поступаете, это, это нормально. Сомневаться, потому что, потому что, кажется, что этот вариант неплохой, хороший, и другой вариант неплохой, тоже хороший, вот. То есть, ну, варианты просто есть. Я думаю, что здесь, поскольку нет каких-то вот 100% решений, 100% эффективных решений, я думаю, что здесь ключевую роль играет приоритет. Именно приоритет сыграет ключевую роль, в том смысле, в том смысле, что, ну, вот, то, что для человека важнее, то, что для человека ценнее, да, вот, то, собственно, ну, как бы он выбирает. То есть, если для вас сейчас важнее, вот, какая-то стабильность, да, если для вас важнее, какая-то определенность. Если для вас важнее надежность, то, конечно, вы чувствуете, что вам, ну, что вы выгораете, да, вы чувствуете, что вам важнее делать то, что хочется, и вам это важно, вот, это другие варианты. Ни в одном из вариантов, которые вы перечислили, нет гарантий. Нет и не может быть гарантий, что все получится, что, ну, вот, что будет хорошо. Нет гарантий. Ни один вариант их не дает. Понимаете? Какая штука. Поэтому, вот, каждый человек сам, ну, ну, вот, в данном, в данном случае смотрит, как ему двигаться, да, куда ему двигаться, и так далее. Вот. Ну, вот. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить, здесь, и понимаю, да, понимаю прекрасно ваше, вот, состояние, да, да, понимаю. Понимаю ваше опасение какие-то. Вот. И, в целом, я думаю, что эти опасения, они естественные, вот, но нужно, вот, как мне кажется, вот, чтобы эти опасения, чтобы они были, вот, как бы, вам на пользу. То есть, чтобы, чтобы вам от них был плюс. Вот. сейчас же, мне, по крайней мере, так вот, показало, да, что нет плюса вам. Вот. от слова совсем. Опасения вас только сбивают, опасения вам только мешают, опасения, там, ну, как-то вот, не дают вам двигаться вперед. Вот. И, вот это, вот, как раз, приводит, к, ну, к таким действиям, да, вот, к таким состояниям, вот, к таким ощущениям, которые у вас, все-таки, в ЖК. Вот. Нормально ли это? Да, да, это абсолютно нормально, опять же. И, если у вас есть неприятные ощущения, если вам тяжело, то психолог, нравится, поможет вам эти проблемы, эти проблемы решить, и психолог, порвает вам, улучшит, улучшит, скажем так, свое состояние, вот, психологическое, и, может быть, лучше видеть свои, вот, те самые приоритеты и цели, да, которые для вас важны, ну, важны. На этом все, надеюсь, что это было полезно и интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на с собой работу, всего самого доброго. слышу, и, штои, кое-то, chime я уех восстать, если ты, говоришь, вот,